Друзья, всем привет! Вы не поверите, но это правда. Прямо сейчас вы увидите живой отзыв с владельцем вот этого автомобиля. Что это такое, мы вам сейчас расскажем. Значит, смотрите, смысл. Сейчас у нас в стране огромное количество автомобилей. Параллельный импорт в действии. Многие люди задаются вопросом, ну вот нужна машина, ребенок родился, вообще в целом машина нужна, что купить? Возможно ли что-то купить сегодня до 1 миллиона рублей новое? Я вам отвечу, да. Ну, конечно же, это отечественные автомобили. И вот такая шоколадка. Я сперва не поверил, но этот минивэнчик, 7-местный, с ценой, как говорят, 950 тысяч рублей на механической коробке передач. Это не шутки, это действительно так. Китайцы, вот себе их оставь, мы хотим что-то более продвинутое. Японцев, корейцев. В том числе, точно так же же осуждал владелец вот этого автомобиля. До этого у него был Солярис. И он думает, нужно вот что-то плюс-минус, либо чуть-чуть выше. Начал смотреть цены, офигел. И тут ему попадается на глаза вот эта машинка. С ценой, внимание, новый автомобиль, миллион 850 здесь стоит, приезжай, бери. Круговой обзор, карплей, климат-контроль. В принципе, машинка неплохо укомплектована. Но давайте я не буду про нее рассказывать, а послушаем его. Чем он руководствовался, почему она, как он ее купил. У него есть ребенок, поэтому отзыв получится интересный. Знакомьтесь, владелец данного автомобиля, Влад. Влад, тебе 29 лет. До этого у тебя в собственности был Солярис. Вот расскажи, пожалуйста, катаешься ты на Солярисе? Какой у тебя был пробег? Почему ты вообще его решил продать? Ведь кореец, надежный автомобиль. Что в голову пришло? В принципе, Солярис я брал не новым, уже с пробегом 100 тысяч. За два года я проехал еще 70. И для того, чтобы продать его еще в ликвидной цене, плюс-минус, да, конечно же, уже к 200 шел пробег. Я решил его скинуть и взять машину с меньшим пробегом, поновее. И, в принципе, возможно, повыше или покомфортней. То есть, какой-то вариант должен был быть один из трех. Либо это более новая машина, либо более комфортная. Ну, то есть, в целом, лучше, чем предыдущая. Логичный ход. Логичный ход, друзья. Я думаю, каждый из вас узнает в нем себя. Вот в рамках какого бюджета ты смотрел автомобили? Изначально я хотел где-то миллион пятьсот, миллион шестьсот и рассматривал кроссоверы. И это миллион пятьсот, шестьсот без кредитов? То есть, продать свой автомобиль, добавить? Так, на что падал твой взгляд? Ну, я хотел корейцев. На нашем рынке, к сожалению, аналогично авто уже не входили в мой бюджет. Это уже там о двух миллионов было. Какой-нибудь там Tucson, вот что-то такое. С семнадцатого года, шестнадцатого примерно. С пробегом до сотки. Вот. Отказался от этой идеи. Потом начал рассматривать машины просто. Уже подумал, ладно, пусть будет это не кроссовер, пусть это будет седан. Возможно, это будет новее Solaris. Возможно, это будет какой-нибудь Cerato. Ну, что-нибудь вот подобного плана. Опять же, обратился в автоподбор. И понял, что мы многие машины обсуждали. Но уже сошлись на том, что аналогичный Solaris, шестнадцатого, семнадцатого года, будет в два раза дороже моего. То есть, мне надо будет добавить такую же стоимость. Это, грубо говоря, миллион триста, миллион четыреста, вот примерно. За Solaris в хорошей комплектации, живой, но с пробегом года шестнадцатого, семнадцатого? Да, да, семнадцатый год где-то. Охренеть. Да. Мне показалось, что в этом абсолютно нет никакого смысла. А на монтаже ролика я еще раз услышал Solaris года так семнадцатого с пробегом до сотки. Ну, миллион триста. Я думаю, что? Я занимаюсь новыми автомобилями, как вы знаете. Я залез посмотреть, выставляю фильтр. Один и шесть мотор. Автомат. До сто тысяч км. Ну, конечно же, низ рынка это восемьсот, восемьсот пятьдесят тысяч, что тоже немало. Так при этом низ рынка не забывайте, это может быть все, что угодно. Кот в мешке. Начинаем смотреть, доходят цены аж до миллиона семьсот. И средняя цена, ну, реально, миллион двести, миллион триста, миллион четыреста. За Solaris шестилетний. Как вам? Поэтому я решил, что поеду я еще на своем Solaris, возможно, рынок еще устаканится, буду мониторить машины. То есть, я вообще отложил эту идею покупать новую машину. Но продолжил мониторить интернет и различные площадки, где внезапно натыкается вот на этот автомобиль Сузуки Балена. Для справки, этот автомобиль предназначался для рынка сбыта в Объединенных Арабских Эмиратах. Это важно. Это компактный и надежный автомобиль, который идет с мотором полтора литра и может оснащаться как механической коробкой передач, так и автоматической коробкой передач. И первое, на что клюет Влад, это внешний вид и следом цена. Я подумал, блин, миллион восемьсот пятьдесят стоимость этой машины. Это в целом чуть-чуть больше того бюджета, который я изначально планировал. Но опять же, это уже новый автомобиль. Двадцать третий год? Нет, он двадцать второго года. Конец двадцать второго, но он новый. То есть, он привезен был из Эмиратов. И, соответственно, это, опять же, соответствует одному из факторов, что эта машина будет более новая. Опять же, она на порядок комфортнее Солярисов. Даже если мы сейчас по рынку возьмем новый Солярис в топовой комплектации, он будет проигрывать этой машине. Но он будет, во-первых, стоить, ребята, свыше двух миллионов. А если мы говорим про Kia Rio X-Line, чему альтернатива вот этот автомобиль как раз, это будет N2300-N2400, поэтому давайте посмотрим, что у него под капотом и так кратенько пробежимся по его технической части. Рассказываю, под капотом у нас 1.5 атмосферник, да, без турбины? Да, без турбины классический 1.5 на 105 лошадиных сил. Коробка классическая четырехступенчатая i-SIN автомобиль. Так, так. То есть, який зверь такой скрывается под капотом. А разгон у нее секунд 12, наверное? Да, где-то там 11 примерно. Но в условиях города, в условиях Москвы, да, с моей работой, у меня характер работы разъездной. Я постоянно езжу от одного магазина строительного к другому. По сути, в этом суть заключается мне. Особо разгон не нужен на трассах. Я крайне редко бываю. Ну, может, раз в год, два раза в год. То есть, тебя сочетание устраивает полностью? Да. Еще он экономичный. И как обычно, друзья, вот такие моторы, они надежные. Ведь ты рассказываешь, что он ставится куда-то еще на Тойоту. А это не хухры-мухры. Это Тойота, ребята, Тойота. Таким образом, вот вам живая зарисовочка. Человек покупает, живя в городе, себе автомобиль. Есть ребенок, жена. Передвигаться, какая разница под капотом? 80 сил. Сколько здесь реально? 105. 105 сил, либо было бы 405. Куда лететь? Куда лететь, друзья? Кругом одни камеры. Самое главное, что в нынешние времена ты купил, обслуживай. Там, раз, я не знаю, в 10-15 тысяч масло меняй, да? Да, да. Никакого головняка не будет. Я обычно меняю в 7-8. 7-8. Я так меняю, да. Передняя подвеска у нас независимая, многорычажная. Задняя подвеска здесь сэкономили. Идет балка, так еще и тормоза барабанные. Да, задние тормоза барабанные. Вот, к сожалению. Оптика. Светодиодная оптика. Включая туманки. Вот, друзья. В целом, ты когда приезжаешь, смотришь эту машину. Что? Какие впечатления? Садишься за руль. Как она? Ну, она, конечно же, ощущается намного дороже Соляриса. Секундочку. Как в старые добрые, друзья. Как в палец только сейчас подложить. Так. Да, ну, дороже Соляриса. Она ощущается полностью и по салону, и по тому, как она едет. То есть, она более комфортная. Я бы больше ее сравнил не с Солярисом, а с Цератой. Я также ездил на Церату, у моего товарища была. Периодически на ней катался. И вот ближе к этой машине, конечно. И по музыке, по звуку, по звучанию колонок, да. И по материалам салона, по рулю. Вот это все больше к такому среднему сегменту. Смотрите, клиренс, в принципе, высокий. Вот для города передвигаться, ну, милое дело. Колеса 16-е. Соответственно, шины будут недорогие. Шиномонтаж недорогой. То есть, вот такого плана автомобили вообще, да. Ну, назовем их бюджетными. Понятное дело, что 1.600.000, 1.850.000. Это на сегодняшний день для нашей страны дорого, откровенно. Но сам факт того, что на сегодня вот. Вот это вот бюджетно можно считать. И если вы посмотрите абсолютно любые отзывы за подобные автомобили, как правило, там каких-то значительных дорогих поломок. Там в первые, не знаю, 3, 5, 7, 10 лет до определенного пробега, как таковых, нету. Ну, нет ничего прям дорогого. Естественно, у этой машины, как у любого автомобиля, будет встречаться какой-то заводской брак. Какая-то, возможно, мелочь. Но это все проявится в дальнейшем, в будущем. Ну, сам факт того, что вот, тачка, круговой обзор тебе, пожалуйста. Бесключевой доступ. В силу того, что она приехала с Арабских Эмиратов, вы можете понимать, что здесь нету кожи. Так как кожа там, в принципе, не востребована в силу того, что жара там дикая. Вот. Ты приезжаешь смотреть машину с сыном, которому 6 лет. Да, да, все верно. Что говорит сын? Ну, сыну понравилась она изначально. Единственный момент, что он хотел, конечно, машину серого цвета. Был еще вариант серого цвета, но мы не успели ее купить. Да, ее выкупили быстрее нас. То есть, на машины этот большой спрос в целом. И, соответственно, пришлось уже забирать ту, которая осталась. Она была последняя. Мы сразу ее забрали, сразу внесли залог. И в течение там нескольких дней оформили документы, купили. Вот эту машину ты покупаешь, ПТС электронный. Да. Тебя вписали в собственники? Сегодня это происходит. То есть, все как положено, весь комплект документов у тебя есть? Да. За исключением, что гарантия, она вот такая, правильно? Да, все верно. Если кто-то не видит, вот, видно. Это в гарантии называется. Фига. В Арабских Эмиратах производитель на нее дает гарантию 7 лет. Вне зависимости от пробега. Ну, как говорится, были бы мы в Арабских Эмиратах, а мы находимся в России. Рассказывай. Классический автомат, который сломается. Дальше что есть? Из интересного тут климат-контроль. Он однозонный, но автомобиль, в принципе, небольшой, поэтому его хватает. Из интересного тут также мультимедиа, большой экран. Apple Card Play, мультируль, возможность ответа с микрофоном, то есть, управление телефоном. Также здесь есть проекционный экран, то есть, куда выводится основная информация. Это скорость, в основном, ну, то, что такое, да, и какая передача включена. Также на машине 4 камеры, доступен обзор 360, плюс, когда задержишь задний ход, есть также вид задней камеры. То есть, очень удобно. Старт-стоп. Да, кнопка старт-стоп. Здесь автозатемнение зеркала. Ну, то есть, такие мелочи, но они все равно приятны. То есть, ранее этого у меня не было, поэтому... Ну, вот тебе в целом по интерьеру автомобиль сам как? Очень нравится. Нравится? Очень нравится, да. Ну, я же говорю, тут создаётся впечатление, что это не бюджетный автомобиль, чуть выше класс. И при этом его заценила вся твоя семья. Жена, сын, все пришли, сели, всем понравилось. Всем понравилось, да. Сзади у нас остаётся вот столько места для следующего пассажира. Но, по-хорошему, здесь должно стоять детское кресло, сюда садится ребёнок, и он, собственно, упирается ногами вот сюда. Но, подчеркну, кресла откинуты спинки назад сильно, то есть, по-хорошему, их будет чуть поставить. Но, в целом, вот так вот, вот мне, как человеку с ростом метр восемьдесят, сидеть, в принципе, нормально. Единственное, вот хотелось бы как-то вот так вот, да, подголовничек, во, во, настроить. Ну, вот так более чем. На короткое расстояние по городу, естественно, куда-нибудь за 3-9 земель, ну, в таком положении ты умаешься, это понятно. Ну, вот так для города почему нет? Вот, вполне. При этом, Влад отмечает, что в Солярисе места было меньше. В этом автомобиле его больше, правильно? Да, всё верно, сзади особенно. То есть, визуально машинка, она небольшая, но вот мне самому интересно, как так получилось, что места реально больше, что спереди, что сзади. Ну, и в целом, более удобно сидеть в этой машине. Кресло детское ты ставил уже? Да, один раз мы ездили уже на ней, да, с креслом. Отзыв сына, что сын говорит? Ну, ему нравится, конечно. Ну, это важно. Да, ну, это новая машина, конечно, ребёнок, как бы, я бы тоже радовался, наверное, у нас в детстве, в моём детстве не было у нас автомобиля. Ну, друзья, смотрите, да, отмечайте сами, что 1 850, машина вон в плёночках вся ещё, в целлофане, пожалуйста, в неё садишься, там новый автомобиль, запах присутствует. А при этом я вот с Владом полностью согласен, когда смотришь рынок вторички, там от цен можно, ну, это караул. Это отдельная история, мы запишем отдельный видеоролик по этому поводу, потому что вторичка, это мама дорогая. Задний вид автомобиля, по факту, ну, характерно для японца. То есть, прям чего-то вау нету, но в целом машина, ну, я не знаю, не страшная. Как минимум, тебе точно понравилась. Диодная оптика, да, по дизайну симпатичная машинка. На вкус и цвет, каждому, как говорится, своё. Багажник, показываю вам, он, в принципе, глубокий. Чего-то сюда наложить можно, в том числе поместится 100% коляска. То есть, понятно, она прям впритык сюда зайдёт, но поместится. Ну, и также какие-то вещи, продукты, ещё что-то перевести. Обычно, да, бытовая история, бытовое использование автомобиля, то есть, это на работу с работы и в магазин. Помимо покупки автомобиля, ну, ОСАГО ты сделал, сколько тебе обошлось? 12 тысяч на двоих. Раз. Каска, естественно, нахрен. Каска рассматриваю сейчас, вариант, Таталугон. Сколько? 36 тысяч предлагают. 36 тысяч, пожалуйста. Ну, и, собственно, всё, шины зимние, летние стояли шины. Здесь летние, летние, да. Ну, и ты, собственно, зимние покупать не стал, в силу того, что уже на улице... Конечно. Вот она, живая картина. Автомобиль, который, я уверен, на 99,9% не будет делать никогда вам мозги. С точки зрения технической части. Присел, всего полно. С кнопочки у тебя автомобиль запустился, ну, ключ у Влада в кармане лежит. И ты поехал. Кожаная оплётка руля. Сама по себе машина, ну, в целом, реально приятная. Ну, реально приятная. Всё новое. Ну, чё ещё надо-то? При этом, понимаешь, ты не выглядишь на каком-то старом автомобиле, потому что это новая тачка. Ты не выглядишь как-то вызывающей. Ты просто, вот, гражданин, ты человек. На новой машине. Но при этом, Влада, я прекрасно понимаю. Сейчас вот смотришь, вторичку, некоторые машины, ну, это просто, цены взяты откуда-то с потолка. Реально выгоднее посмотреть, купить что-то подобное. При этом, все те, кто говорят то, что дорого. Друзья, вот, смотрите, с таким курсом, который растёт и растёт, ещё дороже будет. Потому что вот эту машину, например, он купил, можно сказать, по старой закупке. Машина одним днём не приезжает. Её сначала купили, прошло время, доставили, потом её выставили на продажу. Сейчас, если бы с текущим курсом она была бы, ну, сколько? Ну, я думаю, 2, там, 100, 2, 150, она уже была бы на продажу. А это уже ещё дороже, совсем другие деньги. Ну, лёгкие двери ты открываешь. То есть где-то некоторые элементы управления, там, пластик, что-то не такое. Но это настолько все вот эти мелочи, потому что основная задача этого автомобиля – доставить тебя из пункта А в пункт Б, ну, естественно, сделать это комфортно. Ты, Влад, отмечаешь то, что он тише, чем Solaris, правильно? На скорости, да. Но по работе двигателя Solaris тише. Потому что у нас здесь, ребята, не забывайте, сочетание идёт мотор плюс четырёхступенчатая автоматическая коробка передач. А это говорит о том, что, ну, во-первых, расход будет повыше, во-вторых, если мы сейчас разгонимся свыше, там, 120, ну, короче, когда он вылетит на четвёртую передачу, гудеть будем неплохо. Но вот для города, где, напомню, ну, максимум можно ехать сотку, если мы едем по МКАДу, чё нет-то, да? Ну, я не знаю, на МКАДе, если ты сотку ездил в последнее время, я тебе завидую. Потому что в последние, я не знаю, у меня года два, ну, не получается там разогнаться. В силу того, что машина повыше, то есть она мягкая, я сразу чувствую, что как бы, когда мы влево-вправо поворачиваем, мы как бы так плывём. То есть это, ну, не какая-нибудь там BMW, Audi, VAG и так далее. То есть это такая машина больше вот для комфортной, плавной езды. Сколько ты вот её разгонял уже максимум? Да я ещё не разгонялся, ну, может, километров сто в час больше ещё не ездил. Ну, соточку нормально идёт? Да, отлично, вообще, дорогу хорошо держит. Ну, вот развалится, смотрите, друзья, я сижу, ну, серьёзно, комфортно. Конечно, если поехать куда-то дальнее расстояние, может быть, тут уже проявит себя кресло, подвеска, общий шум от дороги, если там проехать тысячу куме. Но это отдельная история. Эта машина, подчёркиваю, городская. По городу, на дачку выехал, всё. Собственно, 95% твоих нужд она и будет закрывать. Ну, ладно, летом ты, возможно, куда-то прокатишься по России, правильно? На дальнее расстояние. Вот и потестирую. 100% к морю. Значит, сейчас мы будем заходить с вами в поток и просто в целом плюс-минус посмотрим на динамику автомобиля. Ну, вот так, да, вот покажи, пожалуйста, дорогу. Вот, вот она реальность, друзья. Какие сюда 300 сил, ещё что-то. Вот ты едешь 40, там, 50 км по городу. Комфортно. Всё, вот, кстати, перед нами едет Киэрри Уикс Лайн. Вот он, наш конкурент. Но мне кажется, он немножко побольше. Нет? Ты не сравнивал? Я рядом стоял машины, а не одинаковые. Одинаковые, да. Значит, я провёл расследование, залез во всемирную паутину и увидел, что Рио, он всё-таки побольше. По габаритам он не прям сильно, но чуть больше. Багажник на 45 литров больше. Клиренс, вот, важно. У Рио заявленный аж под 195 мм. Это как бы существенно. Разгон такой же. 11,6 секунда. Первые сотни. Рассматривал X-Line. То есть, не рассматривал, но обсуждали с автоподбором. 17-й год от 1,4 млн. Ну, то есть, для меня это тоже неприемлемая цена за машину шестилетней давности. Да, ну, это смешно. Но, как бы, 400 тысяч докинул и взял уже новую машину. В таком же кузове, да. Но лучшей комплектации. Я поспорить могу, что тут и безопасность лучше, чем у X-Line. И комплектация лучше. Поехали. Газ в пол. Газ в полаз. 50, 60, 70, 80, 90. Ну, больше оно и не надо. Значит, смотрите. Ну, динамика, понятно, не вау какая. Конечно, когда ты нажимаешь на педаль газа прямо в пол, мотор ревет. Ну, а что делать? Вот такой автомобиль, такое сочетание не нравится. Нужна большая мощность. Ну, пожалуйста, любой каприз за ваши деньги. Все, можно себе приобрести. Вот здесь, Влад, такой козырь-то у меня есть. Так сказать, напоследок. Почему не китайцы? Вот все идут, вот, китайцы. Ну, не все, но есть люди. Честно, но я неплохо отношусь вообще, в принципе, к китайским автомобилям. Но я пока не готов в них вкладываться. Как бы непонятно, что с ними будет на вторичке. И непонятно, какие надежные. Те, которые более-менее реально похожи на что-то нормальное, типа, тугелы. Стоят, как и любые другие машины. В принципе, за стоимость тугелы, мне кажется, можно сейчас взять спортеч новый через параллельный импорт. Можно, но просто, вот опять же, если сравнить два автомобиля, что из них будет поинтереснее? Тугела, она и едет неплохо. Она и нафарширована тоже неплохо. И внешний вид у нее, как говорится, вид имеет. Сам бы что выбрал из двух автомобилей? Спортеч. Спортеч взял бы? Сто процентов, да. Но мне нравится эта машина. Я бы взял ее, честно. Если бы у меня в два раза был бы больше бюджет, я бы взял спортеч. Но он в районе 4 миллионов стоит. В хорошей комплектации. Я видел, за 3 600 продают. Но в целом и тугелы так продают, да. Поэтому, как по мне, лучше взять понятный, надежный спортеч. И не забывайте, друзья, что есть телеграм-канала, куда я выкладываю различные анонсы, подборочки по автомобилям. Все те, кто интересуется тачками, темой про недвижимость, все то, о чем мы снимаем, подписывайтесь. Активная ссылка ждет вас в первом закрепленном комментарии. Там много нового. Отписаться вы всегда успеете. Обратите внимание, что у нас все меню идет на английском языке. Не на китайском, не на арабском. Именно вот есть дубляж полностью на английском. И в этом плане все очень просто. Все понятно. Связь с телефоном, любимая станция, коннект, пара девайса. То же самое здесь. Расход топлива средний. Ну, короче, в целом все понятно. Нет такого, что сидишь и не поймешь, что происходит. Также доступны прошивки на русский язык. А, уже и прошивка есть. Уже есть. Да, но я еще не устанавливал, но я уже видел в Ютубе. Ребята уже показывали на этих машинах. Я говорю, наши сейчас сделают все. Все, уже и прошивки будут на все автомобили. Будешь садиться. Все как у себя. Допилят так, что все необходимые функции в виде подогревов, зеркал, сидений и прочего. В некоторых машинах, вот снимали, показывали, там идет вместо климата кондиционер. Соответственно, все это сделаем. И будет тебе, ну, короче, кондиционер вытаскивает, ставит климат. Это все можно сделать. Вообще проблем-то никаких нет. Понятное дело, что не все хотят этим заморачиваться. Ну, а что делать? Не хочешь заморачиваться? В связи с кондиционером. В целом, мне кажется, вообще, ну, нормально. Конечно, друзья, можно без конца кричать о том, что дорого. Да кто с этим спорит? Ну, кто с этим спорит? Только просто ответьте мне на вопрос, а кого оно волнует? Вот в этом плане наше мнение, что дорого, дорого, дорого. И что? Дешевле, что ли, станет от того, что все будут жаловаться? Нет. Хочешь сам, пожалуйста, иди привези себе сам автомобиль, сэкономишь. Но, опять же, везде свое время, везде нужно успеть. Кто-то купил доллары по 60, вот сейчас, конечно, когда курс растет, он в перерасчете на рубли получает большую сумму, может купить себе автомобиль даже получше. Кто-то не покупал ничего, соответственно, ему там привозить что-то за бугра выйдет дороже. Искайте здесь из наличия. То есть, каждая покупка, как говорится всегда, это сугубо индивидуально. Значит, ни в коем случае не оправдание, но обратная связь специально для всех тех, кто постоянно видит какой-то подвох, несостыковки. Призыва покупать машину нет. Если говно, так и пишите в комментариях. Говно, давай следующий будем снимать дальше. Но мы, собственно, и будем снимать дальше. Влад купил ее в целом спонтанно. У него остался даже свой автомобиль. Видимо, деньги где-то подзанял. Я не уточнял, не влезал в чужой карман. Купил он эту машину за наличку. Прокатившись на ней, ну, смотрите. Он ездил на Солярисе в более простой комплектации. Для него это шаг вперед. И это круто. Порадоваться может только за человека. В целом, ей смотреть, ну, бюджетная машина по-хорошему. Ценник ей там, ну, миллионы, не знаю, там, миллион двести. Вот это прям была бы идеальная, шикарная цена для нее, если бы еще была и гарантия. Семь лет, как это бывает в Арабских Эмиратах. Подогрев передних сидений, зеркал, вообще шикарно, изюм. Но, ребята, ключевой замысел любого моего сюжета это донести до вас информацию, а вы уже смотрите, размышляйте, думайте. Приближаясь к завершению, у тебя есть, так сказать, в качестве благодарности 60 секунд для того, чтобы продать людям свой Солярис. Рассказывай, что там у тебя. Машина 2014 года, до рестайлинг, пробег 170 тысяч. Серьезных ДТП у него не было, были косметические, менялся бампер, одна фара, стоит линзованная оптика. И что еще? Ну, заднее крыло красилось, чуть-чуть зацепили его. Мотор какой? Мотор 1.6, коробка четырехступенчатая. Четырехступенчатая, да. Он еще не выложил ее на продажу, только готовит. Поэтому, мало ли, кому-то надо. Цена какая? 750. За 730, а дальше, если человек придет, скажет, от Машкова? Да. Цена, 20 тысяч рублей, вот серьезно говорю, на ровном месте уже сбили. А там дальше смотрите, встречайтесь, договаривайтесь. Тебе огромное спасибо, что приехал и показал нам, какая малышка теперь есть на дорогах нашей страны. Вот не знали вы до сегодняшнего дня, многие из вас, как минимум, о том, что есть такой автомобиль. Теперь знаете. И ценник по нынешним меркам, по сравнению с конкурентами, как вы увидели, пишите ваше мнение в комментариях, как он. Мы будем дальше стараться снимать различного рода новинки, ведь автомобилей стало огромное количество. Если вы хотите в таком же формате принять участие, показать, рассказать, что вы купили, возможно, вы купили и остались дико недовольны, фуфло взяли, приезжайте, рассказывайте. Или наоборот, есть плюсы, минусы. Я буду только рад. Все контакты со мной ждут вас в описании. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Не забывайте, что внизу по ссылочке вас ждет спонсор выпуска Floor2U, а также телеграм-канала, где вы можете узнать много нового для себя. У меня на этом все. До новых встреч. Пока-пока.